Приветствую вас от Поток Света. Сразу хочется сказать, что я не читал ваши следующие сообщения, кроме первого, потому что это просто занимает очень долго-долго времени, много времени занимает, вот. И, как правило, в первом сообщении люди проезжают со мной в суть, поэтому ваше позвольствие я отвечу вам, может, вот так. Несмотря на то, что сообщение вы писали вчера, что тут написано вчера «Девы тоже группа в Москве», я так полагаю, то есть, как бы, такой кризисный момент прошел, а вот я так, ну, в смысле, что свой временный ответ вы уже получили, мой несколько запоздал, и тем не менее хотелось бы дать свою оценку с профессиональной точки зрения, с профессиональной точки зрения профессиональной психотерапии. Возможно, вам это уже говорили, но вы находитесь в классическом треугольнике Карпмана, в котором вы являетесь жертвой. То есть, муж тиран, муж бесится, муж семью не тянется, и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, что ваш муж не самый лучший человек на свете, понятно, что ваш муж не самый образцовый мужчина на свете, это понятно, но хочется вас спросить, но ведь вы же, вы же сами его выбрали, вы же выбрали, мы же такими, вряд ли вы говорите, что он не первый раз вас материт, он не первый раз так бесится, он, как бы, не тянет семью, да, ну, не тянет, в смысле, финансово, финансово не тянет, вот, и так далее. То есть, всё это происходит не впервые. Это произошло не только, что это было, и вы в этом жили и жили, потому что вас привлекает налаженный быть, налаженный быть. И своей квартиры у вас нет, вы не работаете. Это означает, что у вас нет привязки к профессии, у вас нет привязки к тому, что вы делаете, у вас нет привязки к какой-то жизненной цели, жизненному ориентиру, вот. Раз, ну, вы не работаете, у вас нет своих, как бы, ну, своих средств, да, своих сбережений и так далее, так далее, так далее. Вот, понимаете? То есть, да, это прозвучит, может быть, жёстко, это прозвучит, может быть, неприятно, но, скорее всего, от своего мужа вы не уйдёте. Вот, не уйдёте, потому что основываясь на своём опыте, я могу сказать, что, чтобы уйти, нужна не просто поддержка, чтобы уйти, вам нужен свой ресурс. Вам необходим свой ресурс для того, чтобы вы ушли, чтобы вы поняли, что такие вещи, которые происходят, травмируют не только вас, но травмируют очень сильно ребёнка. Что ребёнку от этого гораздо хуже, чем вам, что потом, потом на ребёнка это будет влиять очень и очень сильно. Понимаете? Что ваш муж, он не то чтобы плохой, просто он вот такой человек. И кто-то, может быть, смог с ним жить. Кто-то, может быть, смог бы с ним взаимодействовать. Вы не можете. И это нормально. Но у вас нет ресурса для того, чтобы уйти. Пока что. И ресурс не появится сам по себе. Ресурс не появится от поддержки, потому что какая бы поддержка ни была, какая бы сильная поддержка ни была, вы всё равно столкнётесь со своей реальностью. Это будет ваша реальность. Как бы сильно вас не поддержали бы, всё равно приняв решение какое-то, вы останетесь с ним наедине, вы будете одна с этим решением. И вам нужна не поддержка, а вам нужен внутренний ресурс для того, чтобы совершать самостоятельные решения. Чтобы принимать самостоятельные решения. Чтобы, может быть, стать более самостоятельным не только финансово, но и личностно, психологически и так далее. А совершенно не случайно возникла такая история, что вы, ну, что вы не работаете, что у вас нет финансовой подручки, что у вас нет своего дела и что вы полностью зависит от мужа. Совершенно не случайно это возникло. Это возникло исходя из ваших ценностей, это возникло исходя из всех ориентиров вашей жизни, которые вы выбрали. Эти ориентиры были, возможно, связаны, там, например, с семьёй вашей, понимаете? Эти ориентиры были связаны с тем, что вы хотели ребёнка, эти ориентиры были связаны с тем, что вы хотели стабильности какой-то, ну, вот как вот вы пишете, да, что вас удерживает размеренный быт там и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но, момент какой, что вы сами ответственность за вот эту самую стабильность нести не хотели, вы не хотели сами её обеспечить себе. Вам для этого нужен был муж, вам для этого нужна была семья, и вы это получили. Вопрос только в том, какой ценой. Вот цена, очевидно, слишком высокая. Поэтому, видите ли, если почитаете про треугольник Шкартмана, то там, в общем, будет сказано, что жертва это такой человек, который отличается от, допустим, например, преследователя тем, что несёт ответственность за себя. Понимаете? Вот. Он несёт ответственность за себя, он не отвечает за себя. Вот кто-то, кто такой, такая жертва. И вам, в первую очередь, необходимо учиться нести ответственность за себя. Понимаете? Я не могу сказать, что это прям что-то такое лёгкое. Не могу сказать, что это безболезненный путь. Но это единственный путь, который решит вашу проблему. Кроме того, кроме того, кроме того, кроме того, вы также не случайно, на мой взгляд, начали или начали, или стали терпеть то, какое поведение. Поведение, да, продвигает ваш, условно говоря, муж. Вы не случайно начали затерпеть, а, значит, какие-то предпосылки для этого были. И вот нужно исследовать эти предпосылки. Исследовать предпосылки, для чего вам замужество было изначально. Понимаете? Дальше. Вы говорите, что вы не можете... Вы говорите, что вы его ненавидите. Ненависть, с профессиональной точки зрения, возникает тогда, когда на пути человека к его счастью, к его спокойствию стоит препятствие. И на это препятствие направляется ненависть. То есть, опять же, здесь возникает перенос ответственности. То есть, это мужа вы ненавидите за то, что с вами происходит. Это мужа ненавидите вы за свои страдания. Это муж виноват. Это муж такой плохой. Но ведь он, если подумать, наверное, если подумать, был таким всегда. Да, раньше это проявлялось не так сильно, не так явно, может быть, в начале ваших отношений. Но потом что-то изменилось. Потом что-то поменялось. Вот только что поменялось, вы, судя по всему, не заметили. Если что-то поменялось, вы оставили это без внимания. Если он был всегда плохим, то вы перестали его принимать. И не признались в себе, не признались в себе в том, что вы его таким больше не принимаете. Понимаете? Какая штука. То есть, здесь вот такой момент. Это момент вашего восприятия. Это момент вашего восприятия себя и окружающего мира. Это момент восприятия ваших ценностей. И так далее. Вы пишите, почему я должна следить за рабочей одеждой взрослого и способного человека? Правильно. Не должны. Но вы взвалили на себя эту обязанность? Вы позволили мужу считать, что это ваша обязанность? И он так считает. И вы говорите, и так весь быт на мне. Ну так вы же, опять же, этот быт на себя взвалили. Вот. Понимаете, какая штука. Дальше. Значит, ну, тут вот вы говорите, что у мужа аффективное состояние началось. Это свидетельствует о его проблемах каких-то эмоциональных совершенно. Вот. Ну и, соответственно, вы пишите, ненавижу его. Про нервность я уже сказал. Вы хотите стабильность, и именно это вас удерживает. За стабильность, как я и говорил, необходимо нести ответственность вам само. Вот. Вы говорите, своего жилья у меня нет, финансовой подушки нет, я не работаю. Хочется спросить, а почему? Как так получилось? Вот. Значит, вы пишите, что у родителей тоже жить не сладко в селе. Тут как бы надо, во-первых, выяснить, чем именно не сладко. Во-вторых, ну, нужно выбрать либо так, либо так. И звук зол выбирают меньше. Я думаю, вы это знаете. С другой стороны, если вы для себя вдруг решите, к примеру, что вы, правда, не хотите больше находиться с мужем, не хотите больше с ним жить, если вы, ну, правда, решите для себя так, то все, что произойдет дальше, по идее, повторюсь, по идее, затрагивать вас не будет никак. Почему? Потому что вы для себя что-то решили. Если вы решили с мужем больше не жить, то все, что вы делаете в дальнейшем, к примеру, все, что вы делаете в дальнейшем, вы можете делать исключительно для того, чтобы обрести независимость. Это может стать вашей первой целью. То есть, ваша первая цель – независимость. Понимаете? И ради этой цели можно и его крики потерпеть. Ради этой цели можно и, значит, не реагировать там на какие-то его высказывания. Вот. И наоборот, вести себя так, чтобы он был всем доволен. Вот. Но при этом озаботится этой самой подучкой безопасности, которая вам так нужна. еще раз, мы необходим ресурс, как материальный, без которого вам не выжить, так и психологический, которого у вас сейчас нет. Без этих моментов вы просто не уйдете. Вы получите свою долю поддержки здесь, вы получите свою долю жалости здесь, но проблему вас все это не решит. Проблему травмированности ребенка, например, это не решит. Тоже. Понимаете? Поэтому, поэтому, я думаю, что именно таким может быть ваш ответ. Ну, тот ответ, который вот вам можно дать. С другой стороны, с другой стороны, семья – это система. И изменив свое поведение с такого жертвенного на не жертвенное, вы, может быть, и мужа своего сможете изменить так, что он станет вести себя иначе. И, быть может, уходить тогда не придется. Семейные отношения есть система гармонизировать, можно любые, в принципе, отношения. Достаточно того, что вы, там, будете как-то себя вести. Ну, то есть, достаточно того, что вы будете, ну, и достаточно того, что вы измените свое поведение, скажем так. Вот, и все. Так что, тут вот такой момент. Постарайтесь, пожалуйста, это понять. Что без ресурса, который у вас есть, без ресурса своего собственного, проблема не решится. Потому что ни одна проблема в отношениях не возникает на ровном месте. Не возникает просто так. Я понимаю, что вам, может быть, это неприятно. Но это так. Не хочу сказать, что я вас, там, принуждаю, не знаю, к обязательной терапии. Но опыт говорит о том, что это работает в таком ключе. То есть, мой ум может работать, что если человек, вот, допустим, попал в такие созависимые отношения, да, вот, по сути, ваши отношения можно назвать созависимыми в некоторой степени, что, как бы, даже если он выходит из них, он выходит очень травмированным из этих отношений. И, как бы, его травмированность просто-напросто влечет за собой, так сказать, перегиб. Перегиб в другую сторону. Понимаете? Перегиб в сторону, вообще, недоверия. Полная независимость. Тот же вредна. И для вас, может быть, вредна. И для вашего ребенка вредна, может быть, тоже. О. Поэтому здесь важно выйти из отношений правильно. Не просто уйти. Не просто, там, обрести независимость. Но и психологически выводы сделать правильную. Ведь вы же не просто так с этим мужчиной нашим встречаться. Вы же не просто так родили одного ребенка. Вы же не просто так все это стали терпеть. Понимаете? Такая вот история. Ну, в некотором смысле, это личностный рост. В некотором смысле, да. Это личностный рост. Это то, что, вот, можно вам сказать. Ну, и ни одно серьезное решение не принимается перманентно. Да. То есть, как бы, зеленое решение. Оно сперва принимается. Потом оно вынашивается. Потом, там, условно говоря, человек думает, как его лучше сделать. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть, совершенно очевидно, что поспешив, вы только навредите себе. Вот. Оно. Другое дело, что у нас стало за дела. То есть, вот, то, как вы реагируете на своего мужа, да. То, как, ну, как вы реагируете на его, какие у вас обиды, какие у вас, вот, эмоции. Вот. Вот. Откуда это? Откуда? Изменится ли это, если вы решите, все, я буду самостоятельный, я буду независимый. Хотя бы, чтобы у меня была, вот, финансовая независимость, чтобы у меня была какая-то основа, чтобы я не зависел так от мужчины. Вот. Понимаете? Что это, вот, те аспекты, которые, ну, нужно разобрать вам. Возможно, это те аспекты, которые нужно разобрать вам саму. Вот. Так что, такой можно вам дать ответ, с точки зрения профессиональной психотерапии. Вот. Давайте, значит, я сейчас еще раз прочитаю. Так. Муж считает, ну, неблагобарный, так не отвечу ему, поклонный, завиду. Ну, вот, да, честно-честно. Хочется без тебя лазовиться. Так делать очень неувереннее в себе с мужчиной, как правило. Вот. Значит, финансовая муж с ним не тянет, сам ипотеку не тянет. Ну, вот, если у вас тоже к нему пренебрежительные отношения, то есть вы его не принимаете. Значит, ну, и дальше идет жалоба. Сегодня муж придет с работы, не будет со мной разговаривать, как обычно, после того, как скандала. А вы хотите, чтобы муж с вами разговаривал или что? То есть я не очень по нему понимаю. Снова забрасывал второй телефон, чтобы я не смогла перевести деньги, значит, с его карты на продукты. Не смогла хлеб, молоко купить. Смешно, смешно. Ну, то есть есть такое ощущение, что вы как-то пытаетесь защищаться. Да, так можно это делать, не знаю, из-за обиды, из-за обиды к вам. Вот. А вы просто, ну, пытаетесь от этого как-бы отгородиться за счет такой вот реакции. Вот. Я бы рекомендовал вам почитать про психологическую игру скандал. Вот. А это, ну, такая вот супручевская игра. Есть еще супручевская игра «Суд», вообще про супручевские психологические игры почитания. Вот. Я полагаю, что для себя сможете узнать кое-что интересное и новое. Вот. Ну и выходить из, конечно, вот этих состояний, то есть из, ну, из созависимых состояний таких вам необходимо, нужно хотя бы для ребёнка. То есть, хотя бы для ребёнка. Вот. Так вот. Конечно, вы боитесь потока света. Я понимаю, что вы боитесь, это нормально, что вы боитесь. Вопрос в том, опять же, чего вы боитесь. Да. И то ли это, в принципе, чего следует бояться. То есть, действительно ли это страшно. Или вам так только кажется. Это тоже можно и нужно исследовать. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...